Моя оценка развития политики и общества в Туркменистане за последние несколько лет скорее негативная. Страной управляет режим, продолжающий традицию авторитаризма, заложенную предыдущим правителем. В понедельник исполняется 15 лет с тех пор, как Берды Мухаммедов стал президентом, так что речь идет уже не о среднесрочном, а о долгосрочном консолидирующемся авторитаризме. Однако, в отличие от прежнего режима, Берды Мухаммедов не добился экономических успехов. Я не говорю, что у Ниязова была функционирующая экономическая система, совсем нет. Но Ниязову хотя бы удалось сохранить такую систему дотации, которая позволяла населению иметь много дотационных товаров, включая продукты питания, бесплатное или почти бесплатное образование, бесплатную электроэнергию и газ. Конечно, сыграла пандемия тоже, потому что все это ограничения, бездействие властей и безограниченная смерть населения. Конечно, это влияет. И с другой стороны, бедность. Бедность населения тоже. Хлеб нет. Представьте себя, в Туркменистане нет хлеба. За хлебом очередь стоит, нет мяса. Вот поэтому и с другой стороны, в воде тоже нет проблемы. Сейчас просто бараны умирают от голода. Сухость. Это тоже влияет. Эта вся совокупность невозможна в Туркменистане жить. Государство не сможет управлять. Это государство, патриарх, свой авторитет. У них в международном уровне тоже никто не доверяет. Народ тоже не хочет. Вот обстановка Туркменистана сейчас вот такая. Мы должны, вот народ Туркменистана, сегодня не давать президенту дальше управлять его семью, это государство. Сейчас есть возможность. Мы, если объединимся, если мы будем активно требовать проведения свободного выбора и от своего имени продвигать свою кандидатуру, вот есть шанс изменить политическую структуру Туркмениста. Продолжение следует...